сегодняшние минутки о войлоке хочу сказать о том какие материалы лучше всего вот совмещать когда работаем в технике войлок с трикотажем до оптимальный самый оптимальный вариант это спрясть пряжу и связать трикотажные детали именно из той шерсти из которой вы валяете войлочное изделие потому что потом в дальнейшей обработке когда человек уже станет носить вещь вести себя и войлок и трикотаж будут совершенно одинаково но вот я из такой пряжи которую я сприла сама вот из болгарского когда карточоса 18 микронного я из такой пряжи даже связала образец привая мне надо было небольшое количество на воротник и на манжеты поэтому я привела на вертине когда надо конечно пряжи побольше можно и на плял очки спрясть если не умеете сами можно заказать чтобы за той же шерсти кто-то вам спрял или подобрать магазинную пряжу максимально близкую по составу по качеству именно тогда совмещение войлок трикотаж у вас получится практически идеальным есть простые швы для соединения войлочных и трикотажных деталей в этом нет никаких особых хитростей я потом об этом расскажу еще поподробнее чем хорош вот такой мультиколоровый карточос он красив сам по себе он разделяется на слои можно ламинировать просто гладко окрашенную шерсть а можно валять из него целиком как вам больше нравится только взять тогда слой надо потолще то есть все это приемлемо используйте однородные материалы и все будет красиво получаться успешных вам войлочных экспериментов ну и ставьте лайки если вам минутки о войлоке как проект нравится и вы хотите его продолжения а мы всегда рады и старым и новым друзьям